7 июня в филиале Центральной библиотеки номер 9 торжественно открылся клуб по рукоделию. Желающих научиться вязать разные изделия оказалось немало. И это неудивительно, ведь проект разработан по желанию самих рукодельниц. Идею оценили во всероссийском конкурсе «Серебряный возраст». На реализацию выделен грант в сумме 100 тысяч рублей. Дело в том, что у нас был создан клуб «Вдохновение», где мы рассказывали о всевозможных видах искусства, творчества. И по-аналитически, когда мы стали разговаривать с посетителями этого клуба, с членами клуба, они изъявили желание именно заняться каким-либо видом ручного творчества. То есть это не просто так, а по изучению именно спроса наших читателей. Ручное вязание – старинное народное ремесло, которое сегодня вновь на пике популярности. Все желающие бесплатно смогут научиться вязать спицами и крючком, разбираться в схемах. На курсы в основном пришли люди пенсионного возраста. И, конечно, многие начальными навыками владеют. Но хотели бы научиться чему-то новому, говорят мастерицы. Наверное, как любая женщина моего возраста, хоть какие-то навыки рукоделия мы имеем, потому что наши мамы всегда нас обучали этому, мы это помним. И тем более, когда уже есть дети и внуки, и каждому надо было обязательно варежки и носочки. И вообще общение оно само с женщинами нашего, своего такого возраста, оно как бы обогащает внутреннее, не дает успокоиться. Когда ты смотришь, как другие что-то умеют и что-то делают, красоту создают, хочется тоже этому научиться. Изъявила желание научиться вязать и восьмилетняя Анастасия Казначеева. В будущем это пригодится, говорит юная мастерица. Я начала посещать занятия, и меня бабушка заинтересовала или позвала, чтобы я тут занималась. А у самой желания есть научиться вязать? Да. А что бы ты хотела научиться связать? Связать. Научившись, можно связать нужную, красивую и единственную в своем роде вещь. Изделия ручной работы в мире моды никогда не теряют своей актуальности. Тем более, это полезное времяпровождение, считают участники проекта. Правда, интернет тоже помогает в поиске новых идей. Я сижу, смотрю в каких-то сайтах, я смотрю именно, чтобы почерпнуть, чему научиться. Какие-то идеи, какую-то мотивацию какую-то найти для дальнейшего творчества. И вот я хочу просто принести это людям всем. Чем больше, я думаю, людей этим заинтересуется, увлечется, ну, прекрасней жизнь наша будет. В рамках проекта предполагается обучение навыкам вязания спицами и крючком варежек, носков, ажурных шалей, вышивания картин из бисера. Также планируется проведение мастер-классов по изготовлению женских сумочек, валянию шерсти, национальных нагрудных украшений. И это не первый проект, который реализуется центральной библиотечной системой на грантовые средства. Это десятый выигрышный, юбилейный, можно так сказать, проект, да, десятый проект, который мы выиграли. У нас различная тематика, и поэтому мы уверены, что он будет востребован, что он также, вот как его оценили, когда ему дали грантовую поддержку, также он и себя зарекомендует во время реализации. Изделия ручной работы украсят выставку на закрытие проекта, а также связанные варежки и носочки будут переданы в дар детскому дому.